ДМС в агропромышленном сегменте 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 так как бизнес, да, и направление специфичное, это перевозка животных, это доставка кормов, да, для того, чтобы у нас наши животные, в данном случае, да, это свиньи на свинокомплексах не начали грызть друг друга, все должно быть доставлено точно в срок. В процессе планирования система должна учитывать последовательность выполнения погрузки, разгрузки, если несколько точек у нас есть с вами на рейс, так и выполнение дополнительных операций, это очень важно, это очень важно, и это требование ставилось в системе, ну, чуть ли не в самом приоритете. Также, также очередным требованием, да, было назначение, возможность назначения длительности проведения доп. операций в процессе перевозки, назначение временных окон, да, там, для проведения нашей доп. операции на точках погрузки и разгрузки с учетом времени и сезона года, да, потому что разное время тратится, поэтому это должна была учитывать система. И никак, и никак без специфических требований биобезопасности для свиноводства. То есть это учет доп. операций, да, это мойки, это проезд дисбарьеров, это узкие места, это узкие горлышки на свинокомплексах, это прохождение каких-то, да, специальных, да, там, операций и самим водителям, и транспортным средствам. И, конечно же, это проезд по тем дорогам, которые в данный момент нам разрешены, то есть учитывать запретные зоны в условиях АЧС. Конечно, да, конечно, выбрали ПО и начали, собственно, автоматизировать процесс транспортной логистики по системе. Для того, чтобы обрабатывать, да, те потребности, которые поступают от различного рода заказчиков, была настроена интеграция. Интеграция документов-основания из корпоративной информационной системы, ну, на нашем опыте это та же система, написанная на платформе 1С, загрузка данных уже в АТМС. Для того, чтобы все заявки были виданы логистам, логисты могут заниматься определенным направлением, да, там, кто-то кормами с животными, кто-то доставкой ТМЦ, кто-то доставкой готовой продукции, либо совмещать какие-то, да, там, несложные перевозки. Все документы сыпались и сыпятся из корпоративной системы, сыпятся сюда, в ТМС. По факту обработки этих заявок, да, мы видим на основании изменения статуса, что с ней происходит, да, там, включена она в рейс или она у нас где-то с вами, да, там, какая-то необработанная, там, новая осталась. То есть этим можно уже управлять, на основании этого уже можно задавать вопросы. Заявки могут быть, да, там, многодневные, об этом приходит информация по временным ограничениям по доставке груза, да, в заявках здесь, да, в системе сразу мы и имеем информацию по грузовым местам, какое количество, какие весы габаритные характеристики, откуда, куда необходимо доставить груз. Ну, и кто, собственно, является заказчиком той или иной перевозки. Ну, факт обработки заявок. Нужно что? Нужно их спланировать, спланировать в рейсы. Для этого, да, там, разработано, используется рабочее место планирования рейсов, в котором мы видим всю полноту тех данных, которые нам нужно учесть, да, при планировании. Конечно же, это и период планирования, да, это и определенный вид перевозки, который мы хотим, да, там, мы должны распланировать в рейсы. И то же самое количество заданий, да, потому что это графически выведено на карту. Мы видим все эти точки, мы видим их количество. Нужно, нужно что? Подобрать транспортные средства для того, чтобы распределить их по рейсам. Здесь при планировании, да, там, на собственный парк, на наемный парк мы должны учесть ряд ограничений, да, которые используются в специфике, да, там, по доставке нашего продукции. Это правило настраивается в систему, вводится в систему по прохождению дополнительных операций. Устанавливаются они на уровне вида адреса, устанавливается их время прохождения, при планировании, при запуске, да, при нажатии на кнопку уже учитываются. Соответственно, при обработке своего вида перевозки учитывается тот тип транспорта, который ей соответствует и подходит. При доставке кормов, конечно же, это кормовозы, да, мы же в животновозах не повезем корм, ну, он у нас просто высыпется. Ну, и при доставке, да, там, у животных, животновозы. Если необходимо доставить продукцию, да, там, с учетом температурного режима, конечно же, мы подбираем рефрижераторы, да, и при работе, например, да, там, по доставке кормов на свинокомплексы, транспортные средства у нас успевают сделать несколько рейсов. Несколько рейсов в ту рабочую смену, на которую, да, там, выходит водитель. Система, в систему заложен функционал по формированию циклических рейсов. Причем циклические рейсы формируются с учетом всех тех правил по контролю биобезопасности, да, с учетом тех дополнительных операций, которые она должна пройти по факту прибытия на ту или иную точку. Где нужно помыться, когда нужно помыться, перед рейсом, после рейса, где и когда нужно отстояться по факту выполнения какой-либо, да, там, доставки при перемещении между, например, там, кластерами, да, там, свинокомплексом. То есть предполагается такой отстой, система это учитывает. Система это учитывает, ну и, соответственно, да, там помогает в быстроте формирования тех же самых рейсов. И окна временные учесть, когда груз нужно доставить и типы транспортных средств, и многосекционные транспортные средства могут быть, да, там, у нас запланировано на выполнение рейсов, а и цикличность успеть, и, конечно же, правила. Правила все учесть, да, и распределить все машины по времени, да, там, с учетом выезда из гаража, с учетом возврата в гараж на рейсы. Используется, возможно, да, используя системы нескольких картографических сервисов, мы используем, вот, ниже перечисленные, да, там, сети Гид Яндекс, это платный картографический сервис, не будем скрывать. Нужны они для определения точки, в основном это точки, да, по доставке готовой продукции. Почему? Потому что все остальные, они как бы стационарные, не перемещаются никуда, один раз провели, да, там, процессы геокодирования, да, там, запомнили, это в системе храним. Также нужны, да, картографические сервисы как раз для вывода маршрутов спланированных, да, там, то, как должен проложен быть груз, груз, господи, маршрут, каким образом должна проехать машина. И для того, чтобы нам с вами учитывать запретные какие-то зоны, карантинные какие-то зоны, мы специально используем картографический сервис сети Гид по отправке такого рода информации. То есть он умеет разбирать запретные зоны, то есть есть синхронизация, настроенная между системой и картографическим сервисом, когда закрываются, да, пути объезда, когда закрываются дороги внутри какой-то зоны, и система должна сама, да, там, обратившись к картографии, проложить, рассчитать пути объезда, да, дабы не попасть в запретную зону, да, там, на штрафы какие-то, да, там, или просто, чтобы не развернули машину. Для этого используем этот картографический сервис. То есть правила все настраиваются также в системе, вводится ограничение маршрутизации по видам перевозок, в самих географических зонах, которые дополнительно также, да, там, отрисовываются в системе, то есть все равно внутренняя какая-то нормативно-справочная информация должна быть введена. Но так, как мы уже работали, да, там, не совсем, там, да, там, на карте, на столе выставляли флажки. То есть мы все эти зоны, получается, перенесли в систему, установили необходимые параметры, которые необходимо контролировать при работе в системе, и уже по факту выполнения, да, там, планирования, эти параметры у нас учитываются. Для того, чтобы, для того, чтобы нам с вами, по факту того, как мы распланировали, получается, рейсы на транспортные средства, далее проконтролировать их ход выполнения, в системе предусмотрено несколько вариантов. Это ручная обработка диспетчером каждого рейса, да, ну, это хорошо, когда там 10-20, а когда это 200, а когда это 300 машин. Диспетчеру по каждой машинке созваниваться возителям уже неудобно. Но функционал в любом случае есть. Почему? Потому что возникают различного рода ситуации, которые нужно, получается, обработать. Вот, ну, не стартанул рейс, да, отметить это. Помимо метки ручной, также настроена необходимость собора интеграции данных стрейкеров, вот, телеметрические системы. Для чего? Для того, чтобы у нас с вами прохождение точек по определенным рейсам, по адопо-операциям, да, по кунту, по грузке, разгрузке формировались автоматически. То есть мы понимаем, что машина у нас въехала в определенную зону, плюс-минус погрешность, простояла, остановилась на какой-то период времени, все, точка пройдена. Этим мы закрываем автоматическое прохождение рейсов, то есть автоматический старт, автоматическое выполнение, как по грузке, разгрузке, так и, соответственно, автоматическое прохождение доп. операции. В системе это реализовано. То есть диспетчер, диспетчер уже не созванивается с водителями, а только обрабатывает отклонения. И отклонения он отрабатывает в рабочем месте управления инцидентами. Сход с маршрута, несанкционированная остановка, изменение маршрута следования и так далее. Это все фиксируется событиями мониторин, которые мы также с вами получаем от трекеров, которые у нас с вами установлены на транспортные средства. Помимо всего прочего, да, то есть тех двух вариантов, в которых я уже сказала, также возможно подключить и мобильные приложения на операционные системы Android для того, чтобы, например, если наши машины оборудованы трекерами, а сторонние нет, мы же не поставим свои трекеры. А мы решили использовать функционал мобильного клиента. Скачивается приложение, проходится процесс авторизации водителем, он получает электронный маршрутный лист, видит порядок объезда по точкам, он видит те все параметры по клиентам, временные ограничения, информацию по грузу, которую он должен сдать либо получить, и отмечает это все в режиме реального времени, по факту убытия источек. Да, там можно и фотографии какие-то прикладывать, и файлы отсканированные. Информация уходит уже в систему, логист это видит. Даявки, да, хорошо, но при этом в системе также можно ввести в учет собственных транспортных средств, но не только собственных, конечно же, наемных, но нам больше интересны собственные, для того, чтобы мы фиксировали все по ним, то есть это пробеги, это какие-то затраты и так далее. В системе это возможно. Как введение карточки транспортного средства, с учетом их состояния, хотя у нас получается, что состояние приходит из корпоративной системы, да, и здесь просто отрабатывают специальные документы, которые меняют состояние транспортных средств. Можно также принять к учету, зафиксировать факт старта работы с транспортными средствами здесь, в системе. Это все наглядно видно, это возможно, да, там и по предприятиям предприятия как-то фильтровать для того, чтобы было удобно работать с этими машинными механиками и логистами. Выписываем путевые листы, ну, в смысле выписываем, формируем путевые листы. Почему в системе? Потому что в ней, в рамках одного путевого листа, возможно зафиксировать сразу несколько рейсов, тех цикличных, да, которые мы ранее спланировали. По факту, да, там, смена статуса у путевого листа информации уходит на сторону корпоративной системы, и там уже формируются свои документы в разрезе точек, в разрезе видов работ, видов перевозок, фиксируются работы, ну, и, соответственно, дальше идет тарификация, там, расчет заработной платы, да, на стороне корпоративной системы. В общем, все, что мы поставили перед системой, все выполнено, все, что мы хотели, все выполняется. Мы ушли от Excel, почему? Потому что это все уже доступно в электронном виде. Если что-то вдруг и случается, то это можно, соответственно, подкорректировать, чтобы система дальше опять сама начала автоматически проходить точки по рейсам, фиксировать фактический пробег, да, по тем же самым рейсам и в путевых листах, и в отчетах, которые, да, удобно анализировать. Соответственно, сократили трудозатраты логистов, меньше времени тратят они на планирование, потому что система уже учла все правила и оптимизировали, да, там, затрат на парк и количество транспортных средств путем запуска циклического планирования. Учли соблюдение правил биобезопасности, да, ну, и, соответственно, влияние человеческого фактора при планировании рейсов, при работе с тем же самыми транспортными средствами, с водителями и так далее. Вот, цели наши достигнуты на будущее. На будущее мы, конечно же, хотим развивать далее функционал в той системе, которую приобрели. Почему? Потому что он тем, что мы имеем сейчас, тем, чем мы пользуемся сейчас, не ограничивается. И на будущее есть планы, ну, если интересно, да, можно более детально об этом поговорить. На этом спасибо. Моя презентация закончена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok